Друзья, добрый день! У нас уже обед. Сегодня я не работаю. Виталий только недавно пришел с работы. И что? Я приготовила нам вкуснейший обед. Сейчас вам покажу. Давно не показывала, что я готовлю. Ребят, я сварила суп. У меня была такая гречневая лапша, соба. Я, в общем, на бульончике, который мы делали из ребрышек, я добавила лапшу. Должна быть очень вкусная. Вчера купили Викторию лепешку. Ну, ананас, кстати, вчера взяли. Ананас почти 300 рублей одна штука, ребят. Ну, что-то захотелось. Такой сочный лучок свеженький, сметанка. Или вот себе. Я так супы не ем, но тоже себе налила. А еще, ребята, смотрите, у нас тыква. Вот те две тыковки, которые мы домашние купили, мы их только-только запекли. Ну и вот, не знаю, сейчас она уже остынет. Попробуем. Должна быть очень вкусная. И еще из покупок мы очень любим Иван-чай. А тут вчера в Большой Виктории, который на Гайдара 120, вот такой Иван-чай, таежный, 50 грамм. Он стоит 110 рублей. И он, знаете, здесь Иван-чай, боярышник и шиповник. Вот сейчас заварим, я думаю, должен быть вкусный. У нас дождь. Плохо видно, тут все в воде. Утром встали, было солнышко. Сегодня потом, как по расписанию, в час написано было, что пойдет дождь, и в час дождь пошел. Но на улице не холодно, ребят. Так что у нас сегодня по планам мы хотели бы куда-нибудь сходить вечером с Иришкой и Сашуней. Еще пока не решили, куда. Вечером это где-то уже часов 7-8, я думаю. Может быть, сходим в кафе куда-нибудь покушаем. Может быть, сходим в боулинг. Ну, в общем, какие-то у нас такие планы хитренькие. Хотим как-то совместно провести вечер. Друзья, в общем, в боулинг мы сегодня не попадаем, потому что туда нужно за неделю места бронировать. Прикиньте вообще. Но я думаю, что на следующей неделе мы сходим. Сейчас, чем мы решили, мы поедем в ДНС, купим чайник, надо Сашуне с Иришкой купить. Потом пойдем в парк, покатаемся на... Я хочу на самокатах, ура! Покатаемся на самокатах, и Иришка забронировала место в Пармезане. Мы еще там не были, Иришка с Сашей уже были очень много раз. В общем, она к ней на 8 часов забронировали местечко. Так что вот. Ой, да тут не холодно, я что-то переживала дома холодно, думала. Уже даже капюшон надела сразу. Думала, такая холодина, конечно же. О, королевство сладостей. Мы, ребята, приехали в ДНС. Ой, у нас единственное нет масок. У нас проблема, у нас нет масок. Ой, ребят, смотрите, кухонные весы. Вообще, цена вот... Давно хотела кухонные весы, а вот по акции 599. О, да тут кухонных весов столько, слушай. Вообще... Вот 999. Ну, это вообще неизвестная фирма. Матушка, короче, что такое? Виталий, тут не воняет. Что, если мухать надо? Ну, я бычем не... Да нет, мне кажется, стеклянные, это вообще... Да, не будем? Ой, плохо что-то поставили. Все, мне вот этот нужен за 7. Саш, мне нужен за 7. Все, все, я разошлась. Красный такой. Девчачки, под машину, под нашу машину. Красный под машину. Горенье. Это пимпочка такая. Пылесосы, дайте. Мы посмотрим, пылесосы. Короче, электрочайник 3000. Вот этот выбрали, Бош. Он со скидочкой, и все. Ну что, где самокаты? Там мой марш в рамках. И кораблики есть. Ну ладно, иногда на самокатах погоняем. Слышите? Ну все, короче. Ладно, поехали. Интересно, куда мы сейчас уедем тут залпой. Лера, не жатайте. Гони, ну его. Все, нормально все, смотри. Да, кого нормально, это мега страшно. Ну, Папа, ты что так едешь? Как-то странно. Идеально. Давай, гони. Мне кажется, руль отвалит. Руль отвалит, мой гон. Капец, блин. Что это такое? Не знаю. Проверка документов. Вообще, смотрите. Ребят. Какие-то. Классно же. Потому что холодно. Не, 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 не шатайся. Ну, не, не, я проверила, телефон на месте или нет. Блин, классно. Ты застегнулся. Ты застегнулся? А. А, как-то так. Блин, ну все, страйк. А ты сигналь. Как? Там есть... Папа, не отвлекай мне. Это я одной рукой снимаю, одной рукой держусь. Надо пригинаться. Тут надо сигналить. Мы тут ехали все время. Сигналишь. Где наши гонщики? Давай подождем. Смотрите, смотрите, смотрите. Блогер тоже снимает в инстаграм. Все, ребят, мы приехали, накатались. Так время быстро на самокатах идет. Теперь сейчас мы в приложении отметим, что мы уже все приехали. Так, нажимаем завершить. Не слышу ли сейчас крик девочки? Нет. Она нас несется и орет. Так, теперь нужно... А, сейчас, да, вытащить эту штуку. И сделать... Застегнуть и сделать фото самоката нужно. Вот такое приложение. Так. А сделай, пожалуйста, фото замка и фото самоката. Две фотки. Сначала фото самоката. Вот первое. Так. Что он в порядке. Вот. Используй. Руки-то не нужно. И фото замка. Вообще классно. Сколько у вас тут? Сколько? Сейчас. И 168. Что? Завершить, да? И завершить, да? Завершить. 175 рублей? Вообще отлично. Все. Все написал. Возвращено. Холодно. Холодно, но... Надо в солнечный день, чтобы и буги не терять. А до скольки они будут работать самокаты? Позже дыхать. Я думаю, что они будут на активе работать точно, потому что скоро обещают по плене. Покатаемся еще в следующие выходные? Да, да. Погоняем еще в следующие выходные? И на море нас есть и на катамаранах. И на косу. И в парк. И в парк. И вот все ездишь, смотрю, такое красивое. Да. Приехали в пармезан, который на Карла Маркса 18, что ли? Ну, мы здесь вообще первый раз. Здесь какой-то еще английский паб. Друзья, вот такое меню. Конечно, не очень хорошо все видно, все отсвечивает. Но знаете, что мы заказали? Мы заказали, в общем, я медальоны из говядины с картошкой 625 рублей. Ну, вот вам может быть видно. Потом мы еще взяли... Что мы еще? Утиную грудку 566. Какие-то морепродукты вот такие за 738. Это что взяла? Сливочный суп из палки. А, сливочный суп из палки с креветкой 410. Салат мы взяли с печеной свеклой и орехами 310. И еще взяли цезарь. Я вот здесь не... А, греческий цезарь взял. Да, я тоже тут цезарь не выделяю. Да. Но он вроде согласился... Но он вроде... Хоть что-нибудь заказали бы и все. Да, 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 да. В общем, вот что мы заказали. Ребят, принесли сливочный суп из палтуса. Пахнет нереально вкусно вообще. Ну и выглядит тоже так же. Что там внутри, кстати? Палтус. Креветки. И все? Это... Ну, что-то еще там нужно. Ну, вот что-то. Что, рыска? Да, это рыбка? Сегодня все супы. Пробую рыбку сразу. Попробуй, скажи, как на вкус. Я, кстати, рыбу не пробовала. Да? Ну, попробуй, скажи, как. Офигенный, да? Что сказать? Вообще, вальше да. Маш, попробуй. Креветка, хлебные палочки, гресини. Ты вот что-то казалось? Попробуйте медальоны. Я июшечку. Он нереальный. Это что? Это хлебушек? Это палочки гресини. Ну, я думаю, что это палочки просто хлебные. Ребята, утиная грудка. Выглядит вообще прилично. Вилку убери. Слушай, она похожа к брусмешным соусам. Я думаю, очень вкусно. Давай, пробуй. Обалдеть. Вот это у тебя морепродукты. Ну, как бы, красиво, конечно, выглядит. Друзья, наконец-то принесли мне еду. Пюрешечка. Пюрешечка. Морковочка. Говядинка. Клубой с кровью. Ну, ладно, сейчас попробуем. Можешь, ты будешь пробовать? Ну, я боюсь ее есть. Брус. Она с кровью. И вот поэтому, когда стейки готовы, я бы лишь прям пережарю. Вот, или не дожарить. Мягенькая, да? Ух. Ну, вкусно. Друзья, у нас новый день. Сейчас уже почти вечер. Четвертый час. Мы решили поехать в Зеленоградск. Но перед этим зайдем в Макдональдс, покушаем. Мы дома ничего обед не готовили, ничего не успели сегодня сделать. Хотим просто немножко возле моря прогуляться и вас с собой взять. Мы, кстати, так в Зеленоградске еще не съездили до этого, до озера там какого-то. Ну, зайдем, да, посмотрим, что там. Посмотрим, если не поленимся. Да. Ой, надо закрыть. У нас, кстати, сегодня уже нет дождя. Недождливая погода, солнечно, но уже чувствуется такое. Тут тучи есть, но все равно тепло. Прямо тепло-тепло. Ну, как-то немножко чувствуется осеннее такое. Чувак, ты, блин, это, как сказать, мягко. Такое осеннее, ну, чувак сейчас прям выскочил. Чуть не испортил нам эту. Нашу поездку вообще капец какой-то. Вот, друзья, заехали в МакАвто. Очередь здесь всегда очень огромная, но быстро. Сегодня выходной еще. Да, сегодня выходной, но движется быстро. У нас мигает. У нас горит лампочка и моргает. Приходится глушить. Вообще, Виталя говорит, сейчас остановимся, говорит, будем толкать. А прикиньте, здесь, да, вот там нам еще доехать же надо, да. Да, вот там где забирать. Вон сзади пацаны на БМВ помогут. Ой, друзья, ну вообще, да, ездили вчера. Сейчас возьмем, заправимся, потом уже станем покушаем. Друзья, смотрите, какая очередь в МакДональдс, если пешочком идти. Что происходит. Что происходит, да. То есть, я вот вам говорила, что очередь от машин всегда, а тут оказывается еще, чтобы войти. Вы видите, сколько надо выждать, обалдеть. Вроде бы все открыто уже, да, но вот не пускают, определенное количество людей запускают. Ну, там же полтора метра дистанция, и там людей меньше помещается в зале. Да, да. Все, друзья, нам принесли вкусняшки. Мы почему-то очень долго ждали, но... Ну, они потеряли наш заказ где-то. Да, и нам в качестве извинения еще дали два чизкейка, прикиньте. 15 минут ожидания и два чизкейка. Вообще, так-то чизкейк один 135 рублей, так что... Нет, ну там даже не цена, мы их любим. Да, ну и вообще идеально, не пончики там, ничего, а именно чизкейки, прикиньте, вообще классно. О, мне кажется, очередь еще больше стала. Да, да. Потому что мы становились, вот здесь где цветы, а сейчас смотрите, уже где? Сейчас уже там... Человека, осторожно. Скоро они уже... Они уже открыты. Обалдеть. Мальчишка просит по 30 рублей, говорю, у нас только нет наличных. Девочки. Осторожно, девочка. Ну, это вот эти ребята, которые денежку просят. Че-птич. Да. Какая-то она тут. Вообще. Бодяга происходит. Да? Все, друзья, мы на заправку. А то у нас уже там мигает все, вообще. Блин, где это? Без поворотника, ну как? Газку, газку. Ну, 80, нормально же? Вера, газку. 130 давай. Нет. Что, ты, не за 130? Я везу в Зеленоградск. В общем, друзья, едем в Зеленоградск. Ну, я, кстати, с самого города ехала, с самого Невского. Самого Невского. С Дадаева ты ехала. Дадаева, и Руська такая, сначала сели, я такая, я сразу, как первый раз сажусь, я сразу нервничаю. Ну, боюсь. Боюсь. Боюсь, да. А потом уже нормально. Вообще идеально. А и Руська говорит, ой, говорит, я свои это. Ну, как бы, первое время, я вот сразу. Да, не, я пошутила, на самом деле, мне вообще не страшно. Вы просто не видели, как я ехала. Вера, 100. Да, можете прибавлять. Давайте 120. Ну, я, кстати, ездила в этом, в тынде, да? Мы большой скоростью ездили, когда это. Но здесь механика, поэтому вот немножко... Так что, я, кстати, еду на третью, да, неправильно? Ну, конечно, уже на четвертую включить. Давайте. Ну, все, друзья, мы приехали уже. Лерочка довезла нас. Нормально. Будут назначения, сейчас припаркуемся. Будут назначения. Не говори. Поворотница, да. Поворотница, да. Сейчас, встал, надо припарковаться. Ну, как, Виталь, скажи, что твое, коверное мнение. Отлично, только очень медленно. Я встал, я это поправлю. Ну, я просто, ребят, когда я училась, я ездила первая-вторая, первая-вторая, и мне, как бы, я так контролирую, да, все. А вот на скорости большой, 100 километров, я сегодня первый раз ездила. Ну, Виталий, у меня, как бы, мы вечером ездим. Ну, по трассе 100 километров. Да, Виталий меня учит. Ну, он меня каждый раз уже хвалит, уже говорит, лучше, лучше, лучше. Да, что-то там шлак. Ой, ребят, я могу где-то припарковаться. А где, наверное, что, народу много? Не знаю. Туда, направо, поворачивайся. Коты! Рыжий, черный. Ира, смотри, тут велосипедисты ездят. Сейчас ногами тебя побьют. Ну, что, пробуй. Слушайте, реально облюбивайся. Ну, попробуй. Да, ну, она грязная. Почему грязная? Море тут еще. Прямо руки облюбивайся пахнет. Круто. А это боярышник, Рыжий. От которого бомжи умирают? Нет. Ира, откуда такие познания боярышник? Ну, когда я здесь в 11 классе училась, так что продавали всем в аптеке боярышник. Это настойка спиртовая боярышника. Но он зеленый еще. Блин, я облепиху сорвала прям вообще. Пахнет облепихой. А где они? Только смотрите, у вас в велосипеде сейчас забил. Меня чуть не сбил. Море. Блин, я так соскучилась. А телефончик мой у тебя? Одевай на ручку. Хорошо. Одевай на ручку. И сумочка. И Руська, а что ты не хочешь, когда назад будем ехать Макдональдса купить? Как мы. И вот тебе ужин. А вы уже поели? Да. А, вы еще взяли себе просто? Нет, мы просто не доели. У нас еще остался, короче, бесплатный чизкейк. Это очень классно. И еще крылышки, и наггетсы, и картошка. Нам как-то бесплатно пирожки дали, потому что долго готовили. Но мы тогда сахар не ели, а дали их Маше. Слушай, как я рада, что мы приехали на море. Я не знаю почему. Как это, Мила? Да. Блин, круто. Тут покушать на море. Надо знать, что в следующий раз, когда Саше будет выходной, можно съездить и вот просто-просто там потусить. Ой, круто, круто. Вообще, друзья, смотрите. Какие волны. Ну, обалдеть. Я рада, что мы приехали. Хотя бы на чуть-чуть подышать морем. Это прям надо. Мы сегодня не хотим гулять, мы просто хотим посидеть. Смотрите, ребят, какие волны. Иду купить какого-нибудь хлеба. Ну, не какого-нибудь, наверное, белого чая покормить. Ну, что, приходит и просит. Орет. Давайте пока ждем. Покажу вам вот кафе Африори. И что здесь почем. Салат Цезарь 470. Горячие закуски 450. Домашний курин суп, кстати, 210. Чизкейк 170. Нормально, да, ребят, цены? Ну, не знаю, мы вчера дороже кушали гораздо. Бургер из мраморной говядины 590. Кофе есть латте 130. Вообще прекрасная цена, кстати. Можно будет сесть и кофе попить. Вообще прикольно. Я жду пока мне хлебушек. Они сказали 5 минут. Что-то они там выпекают и более что-то делают. Короче. Ну, такая кафешка. Такой прям здесь атмосферненько. Знаете, так и хочется вот там вот посидеть. Немножко. Такая штука ездит. Можно кататься. О, есть. Это маленькие кричат? Да. Маленькие меньше всего достается. И большие быстро перехватывают. Ребят, смотрите, какой огромный шиповник. Походу, это, да? Я не знаю, такой сорт. Они как помидоры. Мы решили взять три латте и посидеть еще... Какие три латте? Три капучино. Три капучино, да. Три капучино решили взять, да, и посидеть. Немножко пивко. А что не... Шиповка, что не пивко. Пивко дома будем. У Виталии есть, кстати, пивко какое-то, я, блядь, импортное. Импортное? Да, импортное. У нас есть фантастишка. Немецкое. Прям с наклейкой. Прям с наклейкой? Да. С наклейкой, что оно не в России сделано. Там еще по-любому отопления нет. Я, кстати, сегодня смотрела фотографии, видео Самуи. Вообще ностальгия сразу. Не говорили мне про Самуи. Не знаю. Кто не был на Самуи, очень советую. Вообще, каждый год ездили раньше. Самуи. Да поедем еще, что там. Да, мне Саша побежал, чтобы когда-нибудь еще там побыла. Да не, мы поедем, что там. Не когда-нибудь поедем. Мы, кстати, уезжали в Самуи. Я такая, Саш, ну мы же здесь еще пугаем. Да. Ребят, смотрите, вот сейчас проезжаем. Мы хотим на озеро проехать. В Центральном парке. Смотрите. А вот только какой-то. Мы вернитесь на право. Да, это похоже отель. И там наверху может как смотровая или кафешка. Ресторан. Или ресторан, да. Это водонапорная башня старая, наверное. Наверное. Музей отель какой-то. Боулик. Боулик. Музей череповый скелетов. Музей скелетов. Музей кошек. Ленточный лабиринт. Музей кошек тут. Да. Да, Ира. У меня есть наличие. Открыто. Открыто? Мурариум. А, это кота музей кошек и кошка на входе. Киса. Здесь эти замочки вешают. Вот он этот прудик такой красивый, большой. А вот я вижу. Пойдем сейчас туда, да? А, блин, это катамараны. Катамараны даже есть. Обалдеть. А там дальше что-нибудь? Я не знаю. Такой лес красивый. Это, короче, получается парк. Холодно. Да. Сейчас пойдем посмотрим. Главное отметить географическую точку на карте, что мы здесь были. Ну, красиво, да? Вот все равно, прикинь, да? Вот сюда даже, ну так, приехать просто пройтись. У меня, по-моему. У меня, по-моему. Она искусственная? Я думаю, да. Пруд. Хотя, может, и был здесь. Смотри, какие грибы. Друзья, это центральный парк. Гриб, как и здорово. Грус настоящий. Друзья, смотрите, какая здесь площадка игровая для детей. Там кафе. Для детей больше, чем площадка. Ну, да. Все в центральном парке. Что тут у нас? Старуха-шапокляк? А это черная. Шапокляк? Крыса? Они похожи на крыс. Тебурашка. Вот так, нормально. Вся компания. Вся банда в сборе. Да. А, да. Внутри, видишь, можно корм для птиц купить. 20 рублей. Вот. Специально, да. Тоже нормально. Удобненько. Чтобы уточек кормить, типа, и не хлебом, а именно специальным кормом. А это что? Это просто меню. Меню паркхаус. Вокс-креветка. Уточек покормил и сразу карпаччо из утки. Карпаччо из утки. Блин. Это вчера Саша эту узкую ел. Да, да. Он катал, бом-бом-бом-бом. Блин. Как вчера Виталий говорит, так говорит, с верхнего озера и здесь с нижнего. Такой черный юмор. Да ну, я грохнусь. Да пойдемте, пройдемся. Экшн будет. Пойдемте, пройдемся. Пользом запрещено, а так хотелось. А так хотелось. Специально упала. Давай плавать. Ну что, надо Иру первую отправлять. Ира, давай телефон я подержу. Держи, не хочешь в новом телефоне? Нет, конечно. Пошлите. А давайте это... Сейчас дождемся люди пройдут. Если вы упадете... Подожди. Он у меня 4 часа под водой может. Вы думаете, за 4 часа устрем обшарить все дно? Я хочу камыш. Ну, давай. Помните, как тогда мы... Чего мы там люпин срывали? Подоехали цветов его. Будь аккуратненько, короче. Дори, они шатаются. Они шатаются еще? Главное, снимай. Чувствуете мою панику? Да. Главное, снимайте, как я упаду. Они немножко пошатываются. Ну, вообще не страшно, да? Вообще, слишком большие. Крупные. О, ну вот это вообще сильно пытается. Главное, чтобы перегруза не было. Смотрите, как красиво, да? Утка. Утки ныряют за хлебушком. А, или за кормом специально. Тут здорово. А, они видос какой-то снимают. Видос снимают? Кто кто? Смотри, ну. Пойдем посмотрим. И убегай. Смотрите, фотографии тоже художественные делают, наверное. Вот девушка там такая в образе. Пойдем посмотрим. Красиво. А это какой образ? Ну, это, наверное, что-то из сказок. Дом с привидениями. Ну, красиво. Мне кажется, наряд мрачноватый, да, ребята? Как вам кажется? Ну, да. Ну, такой вот, да? Наряд мрачноватый. Такой, я подумал, что это что-то с привидениями. А мы, Аленушка, Аленушка, с привидениями. Слушайте, ребята, вот сюда, если в хорошую погоду приехать, да, днем? Мне кажется, тут классно погулять можно. Ну, что, мы уже сейчас поедем, да, домой? Да, поедем. Уже начало темнеть. Пойдем к нашей машинке. Ну, оно что-то подписано даже, да, это дерево? Да, оно такое красивое. Огромное. Кто? Дуб. Интересно, сколько ему лет? Сколько ему лет? Много, наверное. Посажен в 1872 году в честь Вильгельма I. Обалдеть, ребят. Прикиньте, он сколько всего пережил. Я не знаю. Какой красивый. Друзья, ну все, мы уже приехали домой, у нас уже вечер почти 10 часов. В общем, мы думали, поедем на часок, но получилось дольше. Вы знаете, нам очень нравится сейчас и Зеленоградск. Мы его как-то недооценивали раньше, а сейчас, когда уже туристов меньше, уже можно было погулять, парк такой классный. Ну, в общем, нам очень-очень нравится, и мы в следующий раз туда обязательно также поедем. Может, еще какие-то новые места для себя откроем, ну и вам покажем. Я грею Италии крылышки, он сейчас будет кушать, ну, доедать вернее. Видите, у нас все картошка по-деревенски осталась. Я-то свое доела еще в машине. Да, и все, я сейчас уже кушать не хочу, только чайку налью, и все. Завтра вообще у меня необычная работа, завтра у меня девушка придет на ресницы в 7 утра, представляете. И мне, думаю, на 6 заведу будильник, быстренько встану, мне кажется, они уже нагрелись. И в 7 утра, в общем, она до работы попросила ей сделать ресницу. Ну, я думаю, в чем мне, какая разница. Я же дома, сделаем в 7 утра. Виталий тоже завтра раненько-раненько нужно, поэтому завтра у нас начинаются уже рабочие будни. В конце недели обязательно тоже куда-нибудь поедем, да, на море. Может, посередине даже. Может, посередине недели. Вообще, вот чем классно жить в Калининграде, то, что тут рядом море, и ты, например, такой разбитый, уставший. Что-то какой-то такой, не знаю, ты раз на море поехал, и все, и все классно. Полежал там. Полежал, да, вообще классно, ребят. Вот чем нравится Калининград, мы всегда хотели, чтобы было море рядышком, и мы ни секунды вообще еще не пожалели, если честно. Сейчас картошку нагреем. Ну что, друзья, будем с вами прощаться. Как всегда, кто не подписан, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Мы всегда очень-очень рады вашим добрым комментариям, добрым. Добрым это не добрым по отношению к нам, а добрым по отношению вообще ко всем окружающим. Ну, как бы, нужно быть, мне кажется, немножко, как, таким, ну, не знаю, злым нельзя быть, вот. Ну, и все. Кто не подписан, еще раз не забывайте подписываться. Спасибо всем, кто поддерживает нас в сборе на нашу мечту собрать... Купить квадрокоптер, это очень крутая, реальная мечта. Спасибо, друзья, всем-всем-всем. Я все время говорю, что у нас нереально крутые-крутые подписчики. Мы, кстати, сделали донат-аллерс, ссылочка под видео. А, да, ребят, у нас Виталий сделал донат-аллерс, это... Нас многие спрашивали, особенно наши подписчики, которые живут за рубежом, мне прям писали в WhatsApp, они говорят, ребята, ну вот как неудобно, у вас вот только карточки Сбербанка и Тинькова, мы не можем вам никак перечислить деньги. Ну, например, задонатить, не то что перечислить, задонатить на квадрокоптер. Так что, ребят, все, у нас появился донат-аллерс, так что, если что, будем-будем очень всегда... Мы всегда вам рады, собственно говоря. Все, ребят, увидимся, по ЖК поедем с вами, все опять посмотрим, все также у нас в силе, и вы писали. В следующий раз мы выберем жилищный комплекс, который у нас идет по очереди, потому что, ну, я думаю, что вам это нужно, а мы должны хотя бы быть немножко вам полезными. Не просто вот обзоры делать в своей жизни, но и хотя бы немножко полезными обо всем и про все. У нас там есть просто один комментарий, кто-то купил квартиру удаленную, и ни разу не видел эту квартиру вживую, ни разу не видел район. Какой-то вот молодой человек, мужчина писал. Поэтому мне вот интересно... Он присылает ключи. Но он еще не купил эту квартиру, вернее, купил квартиру, но она еще достраивается. Поэтому вот мы поедем, я думаю, что вы смотрите нас сейчас, и вы знаете, кто это. Пишите номер квартиры, вдруг мы просочимся. Все, друзья, ладно, затягиваю, как всегда, не могу с вами попрощаться. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Пока.